Здравствуйте! Вы смотрите новости о том, что важного и интересного произошло в Оренбурге, расскажут корреспонденты ЮТВ и я, Наталья Богданова. Но сейчас коротко о самых главных темах этого выпуска. Дорожники снова отодвигают сроки. В Оренбурге не успели отремонтировать к 1 сентября 15 улиц. Штраф за организацию массового праздника. Депутат Горсовета Оренбурга Елена Афанасова обвиняет в нарушении антикоронавирусного указа губернатора. Состоялся розыгрыш главного приза среди привитых от коронавируса. Обладателем автомобиля стал врач из Первомайского района. Школьники и студенты смогут бесплатно посещать музеи и театры в любой точке России. Пушкинскую карту получат около 200 тысяч оренбургских подростков. Об этих и других новостях более подробно расскажем далее в выпуске. Степной пожар перекинулся на село и лишил крова жителей Шарлыкского района. В селе Радчин огонь уничтожил 8 домов. Изначально произошло возгорание сухой травы. Причиной стал обрыв высоковольтного провода. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома. По информации пресс-службы регионального МЧС, повреждены 3 жилых дома, 5 заброшенных и 8 надворных построек. В настоящее время пожар локализован. Угрозы соседним строениям нет, эвакуации местных жителей не потребовалось. Погибших и пострадавших также нет. В четверг пожар вспыхнул и в зауральной роще Оренбурга. В центре города виднелся столб черного дыма. По данным регионального МЧС, горела сухая трава. Угрозы для жилых строений не возникало. В четверг по новому обвинению допросили экс-министра сельского хозяйства Оренбуржия Михаила Маслова. Его адвокат заявил, что дело сфабриковано, так как деньги были направлены по назначению на улучшение работы свинокомплекса «Вишневский». Речь идет о 100 миллионах рублей государственной субсидии. Деньги выделялись министерством сельского хозяйства для создания нового предприятия, сообщает Орендей. Однако использовались для увеличения товарной мощности свинокомплекса «Вишневский». На Михаила Маслова завели уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки. Деньги пришли для того, чтобы действительно в Оренбургской области была усовершенствована система свиноводства. То есть надо было на строительство нового предприятия, но деньги пошли на усовершенствование старого? Деньги пошли туда, куда должны идти согласно законодательству. На комплекс стоит мясо свиней поставляется в Оренбургскую область, план все выполняется, который был предусмотрен. Поэтому о каких нарушениях можно идти речь? Вот если бы деньги были бы перечислены, а фирмы никакой нет, никаких свиней нет, мяса никакого нет, тогда понятно. Напомним, в прошлом году суд вернул материал уголовного дела в прокуратуру для установления нарушений в обвинительном заключении. Сейчас следствие изменило обвинение. Все то же самое, там только поменялась стилистика, ну вот и все, там может быть, ссылки на какие-то законодательства. Когда будет суд по новым материалам дела, пока неизвестно. Сейчас Михаил Маслов, как и учредительственного комплекса Виктор Железнов, находится на свободе под залогом. Оренбургские дорожники снова не успели. На 15 улицах, которые должны были сдать к 1 сентября, продолжаются работы. К подрядчикам обещают применить санкции. Перед началом дорожного сезона губернатор поручил чиновникам заранее заключить контракты на проведение работ, чтобы не начинать их слишком поздно. Подрядчики взялись за объекты еще в апреле. Однако и это не помогло. На Степана Разина, Ноябрьской, Ивана, Теряна, Братской и некоторых других улицах, которые должны были сдать до осени, работы все еще продолжаются. К тому же, по наблюдениям горожан, без особой спешки. По таким, конечно, некомфортно. Сейчас придется в обход, нам туда надо, идти в обход нужно. Здесь по тротуару не пройдешь, по улице, тем более. Как думаете, в какой срок они ее закончат? К 7 ноября, может быть. Может быть. Как у нас обычно делается, все работы заканчиваются. Конечно, неудобно, всем неудобно. В смысле? Потому что до конца они отремонтированы, поэтому и неудобно. Обычно вообще всегда так происходит. Конечно, нет. Дочек приходится объезжать, чтобы я там поехал, мне ближе. А дороги-то не доделаны. Некоторые из них незакончены, но незакончены в незначительной степени, незакончены в незначительной мере. То есть, это осталось подсыпать чернозем, где-то сделать немножко квадратных метров тротуара. Так, в принципе, основные работы уже выполнены. Недоделанные дороги и тротуары не только доставляют дискомфорт пешеходам, но и грозят убытками автовладельцам. Получают повреждения на таких участках даже опытные водители. Автомобили у нас, если мы с вами посмотрим на этот незаконченный ремонт, могут попасть колесом либо в яму, либо съехать на обочину. Ну и, соответственно, это приводит либо к ДТП, либо наезду на пешехода. То есть, последствия очень серьезные. Горожане уже привыкли, что дорожный ремонт ежегодно затягивается. Но по каким причинам это происходит, никому не понятно. В прошлом году подрядчикам приходилось выполнять больший объем, чем когда-либо до этого. В этом же году проблема заключается в несоответствии смет и фактического объема работ, отметили в управлении капитального строительства. В процессе работы выявилось, что нужно выполнить дополнительные работы. В основном подрядчики не успели сделать это дополнительные работы, которые появились уже в процессе ремонта работы. Эти дополнительные работы, они не были учтены в изначальной контрактной смете, поэтому возникают такие вопросы. В управлении капитального строительства пообещали оштрафовать подрядчиков, не успевших сдать свои участки до 1 сентября. Какие суммы им придется выплатить, чиновники ответить не смогли. Отметим, что подводя итоги прошлого дорожного сезона, губернатор обвинил подрядчиков в подставе власти перед народом. Тогда некоторые улицы не успели отремонтировать в срок. Вот это, что называется, знаете, я бы называл даже подставой власти перед людьми. Потому что я людям рассказываю о том, что я тут, что называется, напрягаюсь для того, чтобы деньги найти, выделить и проблемы решить дорожные. А через год получаю такую проблему. Судя по текущему дорожному ремонту, прошлые замечания губернатора на темпы работы подрядчиков не повлияли. А теперь о коронавирусе. За сутки ковид унес жизни 12 оренбуржцев. Суточный прирост заболевших – 339 человек. В стационарах проходит лечение 2265 оренбуржцев. Почти 700 из них в тяжелом состоянии. Хуже всего эпид-обстановка по-прежнему в Оренбурге и Орске. Растет количество заболевших и в Бузулукском районе. Там на помощь медикам привлекли студентов 4-го курса медицинского колледжа, сообщили в Минздраве. В нарушении антикоронавирусного указа губернатора обвиняют депутата горсовета Елену Афанасову. Она была в числе организаторов праздника – ко Дню космонавтики в промышленном районе города. На празднике в Центре детского творчества промышленного района Оренбурга присутствовало порядка 500 человек, что не вписывается в нормы антикоронавирусных ограничений. В отношении Елены Афанасовой составили протокол об административном правонарушении и назначили штраф в 3000 рублей. Сейчас депутат пытается оспорить решение суда. Заседание по иску состоится 14 сентября. Отметим, что в горсовете Елена Афанасова представляет Единую Россию. Стало известно имя обладателя главного приза в розыгрыше среди вакцинированных. Автомобиль «Лада Гранта» получил житель Первомайского района. Изначально мужчина не поверил в такую удачу. Подробности в материале. Здравствуйте, вас беспокоят организаторы акции «Стоп коронавирус 56». Мы хотим сообщить вам, что вы выиграли автомобиль. Вот, я очень рад. Спасибо. С победителем главного приза лотереи связались по телефону. Обладателем «Ладой Гранты» стал Василий Литвишкин из Первомайки. Он работает врачом. Признается, победа для него была неожиданной, ведь он зарегистрировался на участие за день до розыгрыша. Также на рабочем заседании поздравили победителя жеребьевки от 6 августа. Ей оказалась жительница из поселка Переволодский. Она выиграла тонометр. Появились заявки в селах, и мы теперь, можно сказать, выполняем план по вакцинации населения Переволодского района. Благополучие, счастье и берегите здоровье. Федеральное правительство вынесло постановление о всероссийском розыгрыше, в котором могут принять участие все вакцинированные жители. Лотерея пройдет с 1 сентября по 1 декабря. Власти определят тысячу победителей, каждый из которых получит приз в 100 тысяч рублей. Ванесса Петерс, Андрей Булатов, городской телеканал ЮТВ. На вручении Ордена за заслуги перед Отечеством российская актриса Мария Шукшина заявила о вирусе бескультуре, который, по ее мнению, гораздо опаснее коронавируса. Мария Шукшина считает, что сейчас в стране происходит беда. Нравственность и совесть стали чуждой для населения. Люди стали забывать элементарные основы культуры и воспитания, без которых не сможет существовать ни одно государство. Отмечает актриса. А усугубил ситуацию вирус COVID-19. Людей стравливают друг с другом. Невооруженным глазом видно, что идет социальный эксперимент. Люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин. Скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить. В конечном счете все поубивают друг друга, а врага так никто знать и не будет. Современные войны не ведутся пушками, ракетами. Они все в СМИ. Науке, образовании, культуре, медицине, здравоохранении. И никто даже не пытается понять, что это целенаправленная духовная диверсия. Бабушка 80-летняя, выносится, она говорит, а что вы меня избегаете? Я говорю, я не избегаю чуть-чуть, Надя. Я, в принципе, как общалась, она говорит, вот Тоня, раз отвернулась, пошла. Там Надя, вот соседка, отвернулась от меня. Я вот даже прошла анализ на коронавирус, показывает мне справку. Мне там отрицательный. И я поражаюсь этому, да. Очень тяжелое сейчас время. Конечно, люди поделились на два лагеря, которые... Кто за прививку, кто против прививки. Поэтому я считаю, что на этот вопрос отвечу, да. Ну, может быть, и внес, потому что некоторые выступают против прививки. Не хотят прививаться. Ковид-диссиденты так называемые. Наверное, да. Да. Потому что кто-то соглашается, кто-то нет с тем, что действительно есть. Я пенсионерка, поэтому я как-то этого не очень заметила. Наверное, заметили больше те, кто работает. Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отмечал, что коронавирус стал проверкой технологии информационной войны. По его словам, СМИ искусственно распространяют в обществе тревогу. Дают заведомо неверную информацию. Тем самым приводя различные сферы к разрушению. Юлия Тюшевская, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. В Оренбурге подвели итоги социального проекта помощи мамам детей-инвалидов. В полгода женщины проходили курсы психологического восстановления, массажа и мануальной терапии. Что изменилось в этих семьях? Об этом и не только оренбурженки рассказали нашим корреспондентам. Ромела воспитывает 11-летнего сына с ДЦП. Он не может ходить, разговаривать и слабо видит. По словам мамы, болезнь ребенка она приняла сразу. Однако, без трудностей не обошлось. Чтобы как-то разнообразить будни, Ромела решила участвовать в проекте «Позаботимся о маме. Будет счастлива семья». Мария участвовала в проекте вместе со своим ребенком. Она проходила курс массажа и мануальной терапии. А ребенок в это время занимался физкультурой или слогопедом. Для многих мам этот проект был еще и бесплатной возможностью восстановить свои показатели по здоровью. Ни одна семья не готова, можно так сказать, морально в первую очередь к тому, что у нее родится ребенок с особенностями развития. Пропали боли, осанка улучшилась. То есть визуально даже на фотографиях было видно, что результат был. Мама – это тот волшебник, который лечит, который реабилитирует, который учит, который помогает ребенку прийти в этот мир, который помогает социализироваться в этом мире. Ребенок не будет счастлив, если мама в подавленном состоянии, если мама грустная, потому что дети все это чувствуют. В проекте участвовало 24 мамы. Над их здоровьем трудилось 7 специалистов. Как признаются матери, в центре они чувствовали себя как дома. Но здесь они могли расслабиться от бытовых насущных проблем. Психологическая помощь, она шла по запросу. То есть те мамы, которые имели какое-то эмоциональное напряжение, стресс, они могли получить такую помощь. Детей занимали волонтеры на это время. Они с ними играли, рисовали, развлекали. Занятия интеллектуальные проводили. А в это время мама спокойно могла отдыхать. Мамы поняли, насколько важно заботиться не только о ребенке, но и о себе. Ведь они на собственном опыте убедились, как их состояние отразилось на атмосфере в семье. Теперь руководство социального центра задумывается и о проекте для отцов, на долю которых тоже выпадает ответственность за семью. Ванесса Петерс, Андрей Булатов, городской телеканал ЮТВ. Школьники и студенты смогут бесплатно посещать выставки, театры и музеи по всей России. Для этого ребятам от 14 до 22 лет выдадут пушкинские карты депозитом в 3000 рублей. Получить пушкинскую карту с 3000 рублей на счету может любой подросток от 14 до 23 лет. Потратить деньги можно на походы в театр, музыкальный концерт или же выставку. В программу вошли культурные учреждения Оренбурга. Суток не прошло, как 150 тысяч молодых жителей Российской Федерации уже воспользовались, зарегистрировались и забрали свою карту. Со следующего года, 22-23, речь идет о 5000 рублей. Воспользоваться пушкинской картой можно во всех регионах страны. На сегодняшний день к карте подключилось более 60 культурных учреждений России. Каждая из них будет иметь так называемый «белый терминал», через который приобретаются билеты за вход. Стоит отметить, что в настоящее время владателям пушкинской карты доступны только онлайн-продажи. Удивительное путешествие Эдварда. Хороший, хороший. Все очень просто. Выбираем купить. Автоматически происходит передвисация на сайт. Как считают специалисты в области культуры, пушкинская карта в особенности поможет школьникам. Ведь они смогут не только прочесть литературное произведение, но и посмотреть спектакль, тем самым еще больше проникнуться сюжетом. Безусловно, молодые люди, которые вступают в ту пору, когда они осознают жизнь, мир вокруг. Естественно, конечно, хотелось бы, чтобы их привлекала культура, искусство. Происходит определенное воспитание. Российский актер театра и кино Константин Хабенский предложил включить в программу пушкинской карты и кинотеатры, чтобы поддерживать в прокате отечественный кинематограф. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что такой вопрос рассматривался. Однако в пилотный проект кинотеатры все же не включили. Вполне возможно, что в следующем году инициативу внедрят в программу. Ванесса Петерс, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или в инстаграм-аккаунте utv.orin. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал ЮТВ Оренбург. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok